всем здарова народ с вами варчик и снова поговорим про экипаж 2.0 в этот раз разработчики быстрее реагируют и создают новости про песочницу так было и с фугасами так происходит и с экипажем 2.0 они уже что-то начинают замечать и прояснять игрокам действительно ли это плохо на взгляд что они будут переделывать и так далее так вот в этом видео поговорим с вами что там разработчики заметили и за что прояснили и так сразу же начнем с конца эффективность навыков в новой и старой системе разработчики знают и видят что на арте 261 можно сделать когда 19 секунд что на стб 1 можно сделать дпм 5400 я еще от себя добавлю что на баджере можно сделать дпм еще больше а у колесника можно сделать обзор больше 500 метров это разработчики замечают и если что-то там будет чересчур они что нибудь поправит а так в целом ребят нормально все нормально то есть все эти перки она добавляли очевидно что большинство игроков будет усиливать огневую мощь поскольку а что еще можно улучшить в игре обзор маневренность скорость огневую мощь там еще есть какие-то перки таран которые будут использоваться на двух с половиной танках на всю игру и что-то про критуемость которая почти никто тоже пользоваться не будет в основном все будут использовать перки на огневую мощь кому-то там больше на сведения дпм это вот эти вот умения которые улучшают умение экипажа вот это вот все будут использовать и по сути все и у нас получится что в игре просто повысится очень сильно дпм и танки у которых и так высокий дпм улетят со своей цифры дпм далеко в космос и танки как я в прошлом видосе говорил которые очень разные они еще сильнее друг от друга отдаляться колесники будут мега светляками дпм на и танки будут просто разносить в клочья в ближнем бою а некоторые и в дальнем некоторые танки смогут быть более мобильными но и в целом в основном все будут улучшать огневую мощь это очевидно что еще можно улучшить но разработчики проясняют что прошлые перки в экипаже 10 это перки которые улучшают все по чуть-чуть а новый экипаж 20 это те перки которые улучшают сильно но не все а только то что вам нужно по вашему геймплею а какой еще геймплей может быть в картошке где 90 процентов карт это две дорожки коридорные и вам просто нужно дпм и на броне и классные пушки заехать и все убить какая еще может быть ситуация кроме огневой мощи до некоторым танкам там очень сильно не хватает скорость некоторым танкам там не хватает чего-то еще там обзора сведения это тоже можно немножко подправить в этих перках но в целом есть танки у которых все хорошо со всеми параметрами плюс лютый дпм или очень сильное пробитие точность стабилизация они классные практически во всем еще есть жирный плюс а есть танки у которых и плюс а то толком нет а все остальное куча минусов что будут делать эти танки у которых характеристики так отставали а теперь они смогут только в одной боевой ситуации апнуть свой танк получается что почти всегда вы в любой ситуации в бою на любой карте полный мусор и сливаетесь в нули ну потому что ничего не можете и в какой-то там одной ситуации раз в году ваша корыта что-то сможет а нормальные танки которые ничем не страдают всегда будет чувствовать себя нормально плюс еще сверху будут наебать когда смогут реализовать свою основную фишку но чаще всего это дпм орудие там лобовую броню так далее потому что есть танки у которых то и толком минусов то нет потому что и баланса в игре между танков тоже особо то и нет а карты почти все мусор картошка как будто бы пытается превратить игру в контру но при такой ситуации нужно просто почти все карты выкинуть на мусорку они станут еще более сильно бросаться в глаза тем что они дисбалансные если ускорить еще сильнее игру нарастить огневые мощи там дпм и так далее то еще сильнее будет видно что один рез проигрывает и разница между респами только вырастет поскольку с хорошего респа на хорошем дпм на классном танке ты приезжаешь все уничтожаешь еще быстрее и полетел дальше все вот только картам world of tanks по своему балансу играбельности очень далеко еще до карт практически любой другой онлайн игры которую вы можете вспомнить из популярных я думал что разработчики будут все это переделывать но они еще и защищают свои перки которые они тут на создавали мне казалось что это все от балды просто накидано оказывается это там у них все просчитано так что ребята все под контролем да с одной стороны вот такая ситуация происходит но с другой стороны допустим в кланах мета поменяется люди думать будут над новыми какими-то тактиками фишками какое-то время там будет разнообразнее при таких перках но будем честны какому количеству людей интересные клановые вообще мероприятия бои там в укрепах гк и так далее но не сильно большое количество людей на это тратит свое время до последний и вот на гк показал что больше людей начала играть но это скорее не потому что клановые мероприятия стали лучше это такая ситуация получила что больше людей смогло поиграть может быть статистам некоторым тоже будет интересно активно поиграть на этом все вот по нагибать но потом когда все устаканится во что превратиться игра честно говоря прогнозировать сложно но в целом что я увидел сразу же на тесте этой песочнице первое же что я встретил на тесте песочнице это карта рудники где я приехал на центр и бой закончился за две минуты вот что и будет в рандоме каждый раз происходить все бои будут видимо по две минуты кроме тех где из-за арты люди не хотят играть поэтому забьются в угол карты будут сидеть ждать конца боя глобально улучшений геймплея world of tanks я при этих перках не вижу но если бы игра была сбалансированная если бы у нее не было бы turbo боев карты были бы хорошие и за геймплеем следили бы может быть было бы это и интересно ну а так это похоже как будто бы на в большое болото грязюки пытаются что-то воткнуть песчинку какую-то как она на это повлияет да не особо следующее о чем упомянули разработчики случайно за наборах призваний инструкторов то есть вы берете инструктора пытаетесь ему выбрать какие-то там перки которые он будет улучшать но они выпадают рандомными какими-то наборчиками и вы из них выбираете целом я не знаю здесь почему игроки так сильно за это переживает ведь у картошки очень много всяких событий и по-любому этих инструкторов будут везде давать вагонами и тех кто играют будут их получать стабильно поскольку картошки различные мероприятия вообще беспрерывно вдоль всего года идут и там всегда куча народ главное просто играй нажимай в бой даже особо думать не надо и если у вас не будет рандомности в выбирании вот этих вот всяких призваний у инструкторов а вы сами сразу будете выбирать им какие умения улучшать это все будет вообще не интересно то есть на большом промежутке времени мне больше нравится чтобы была рандомность если нет рандомности мы сразу же в первый день всем инструкторам потыкали чё хотели и забыли за них это не интересно но на самом деле инструкторы не так уж сильно улучшают но разработчики еще не показали каких-то там козырных инструкторов которые возможно повлияют на экипаж посильнее но в целом мне грубо говоря все равно в каком состоянии будут инструкторы в рандомном или без рандома мы будем просто выбирать перки но сразу очевидно что без рандомности они вообще будут неинтересны а так хоть какой-то интерес не был чтобы поиграть во что-то получить их они как ценная награда были бы интересны а в другой ситуации они как награда будут неинтересны буквально на второй же день но еще опыт нулевого перка оказывается опыт нулевого перка в старых экипажах не учитывается при переводе в новые экипажи 20 поэтому их опыт просто пропадает и разработчики объясняют это тем что они думали что инструктору хватит чтобы это перекрыть но плохие игроки заметили что опыт нулевого перка не переносит а я напомню что экипажи с нулевыми перками на земле не валяются их покупали за бабки их выдавали за всякие активности то есть нужно было либо деньги потратить либо поиграть и разработчики очередной раз хотели по крысе от нас это утаить а в чем смысл то чтобы у новых экипажей было опыта чуть меньше мне кажется вот здесь они обосрались прям реально поскольку это экипажи игроков они за них потели они за них донатили они их получали они и так в следующей версии экипажей никакого бонуса не получат у них будет просто обычный экипаж а сейчас экипаж нулевым перкам намного интереснее чем обычный экипаж поскольку нулевым перкам идет боевое братство то следующие перки качаются быстрее потому что вы начинаете с нуля они со второго перка поскольку каждый следующий перк качается тяжелее а когда у вас один перк нулевой то прокачать большое количество перков легче и дешевле мне кажется вот здесь вот кидок нереальный но разработчики это заметили еще бы они не заметили сами же это и сделали и они написали что будут думать что с этим можно сделать как будто бы тут есть варианты что с этим можно сделать просто вернуть игрокам хотя бы опыт у меня такое ощущение что разработчики снова не готовы к экипажам 20 такое ощущение что это снова нужно откладывать лет на пять поскольку получается какая-то ерунда кто может четко сказать что это улучшение в каком месте экипажи 20 улучшают игру я чё-то не замечаю улучшений в эре после того как появятся экипажи 20 мне как бы и до этого экипажи были не особо интересны но теперь картошка как обычно сделала из этого новость прям целую все про это говорят от события они умеют сделать яркое заметное и даже такое говно как экипаж 20 люди заметили хотя они по сути вообще не особо то интересны мне так точно экипажи есть перки есть все да на всех танках качаются одни и те же перки но в экипажах 20 будут качаться разные перки и ради этого весь рандом должен стать кончений сомнительная цена с вами был арчик играть красиво всем пока